Давайте выйдем на трассу и посмотрим, как у нас будет работать комбинированное устройство Subini GRH9+. У нас сейчас включен режим выключения экрана, то есть стоит на экране заставка, крупно выводится время и дата, а также скорость движения автомобиля. У нас здесь сейчас идет ремонт дороги, но при этом есть и радары, и в КАДиапазоне стрелка. Вот идет как раз срабатывание, произошло срабатывание КАДиапазона. Это было больше похоже на ложное срабатывание. Включен режим Smart, это означает, что если мы будем двигаться со скоростью ниже 60 км в час, то звукового оповещения не будет. При движении еще с более высокой скоростью будет происходить звуковое оповещение. Срабатывание КАДиапазона Радарный комплекс Стрелка. Ограничение скорости 70 км в час. Вот мы видим, что сейчас работал точка ПОЭ. У нас за 800 метров то, как мы выбрали с вами в меню радар-детектор оповестил. Впереди находятся пешеходные переходы, как раз для того, чтобы было удобнее переходить. Есть выставлено ограничение в 70 км в час и там же висит радар-стрелка. Пока что мы видим, что оповещение только от GPS-информера. Сам детектор не засекает сигналы радара-стрелка. И если я правильно помню, то есть вероятность, что как раз в эту сторону его не так давно отключили. А вот зато в обратную сторону, то есть на сторону встречных автомобилей он должен быть включен. И когда мы поравняемся, у нас должен возникнуть срабатывание в диапазоне стрелка. Сейчас через... Пока мы движемся с небольшой скоростью ниже ограничения, никаких голосовых предупреждений нет. Если мы с вами ехали быстрее 80 км в час, то предупреждения бы раздавались. Вот видите, у нас идет срабатывание в К-диапазоне, причем достаточно мощное. На самом деле это не ложное срабатывание, потому что на встречной полосе располагается как раз радар. Но он радар не контроля скорости, он так называемый информационный радар, который показывает водителю текущую скорость движения автомобиля. Срабатывания в К-диапазоне нету, как раз потому что именно на нашу полосу здесь радар-стрелку убрали. Вот сейчас продолжаем ехать. У нас идет засветка в К-диапазоне, но тут у нас тоже... Мы находимся между двумя источниками излучения. Там метров 400 назад у нас был К-диапазон информационный, а впереди повесили новую камеру, как раз тоже работающую в К-диапазоне. Сейчас мы уйдем в Сирославское шоссе, там будет поменьше источников излучения, и можно будет посмотреть как раз на работу в К-диапазоне устройства. Вот идет срабатывание в К-диапазоне. Это возможно как... Поскольку у нас антенна направлена, то срабатывание идет на впереди стоящую камеру, там впереди, напротив КТСного поселка, располагается как раз камера, и там ограничение скорости в 60 км в час. Оно располагается примерно в полутора километров от нас, достаточно далеко, это показывает, что у нас высокая чувствительность у радар-детектора. Причем, как видите, у нас максимальная мощность сигнала, и сигнал к радиапазоне не падает. Вот у нас мы подъехали на 800 километров, и возникло предупреждение от базы данных точек боя. Данный детектор, он достаточно простой, он не оснащен сигнатурным фильтром, но при этом, как видим, достаточно чувствительный. Вот это вот беликанье, которое раздавалось, это как раз детектор говорит о том, что необходимо снизить скорость, так как мы идем с превышением лимитов движения на данном участке. Вот мы прошли как раз место, где был у нас радар. Система сообщила о том, что мы его проехали. И у нас вот идет сигнал в кадиапазоне исчезает. Вот сейчас у нас нет сигнала в кадиапазоне. Но при этом радар-детектор достаточно далеко слышал этот радар. Может, это бы там срабатывал также на радар, который находится с обратной стороны. Но тут включено, сейчас у нас включено в функции направление, поэтому при движении по точке боя учитывается направление движения автомобиля. Ну, в целом, если подводить некий итог, то в целом работу радар-детектора Субини GRH9 можно назвать успешной, тем более, если учесть, что это бюджетная модель качественной съемки. Конечно, не Full HD, не как у последних дорогих моделей, но тоже достаточно на уровне. Все, днем все отлично видно, днем, конечно, и ночью, конечно, есть артефакты. Радар-детектор чувствительный, есть ложные срабатывания, но при этом, если смотреть в комплексе и учитывать, что мы будем рассматривать как работу самого радар-детектора, так и работу информера, то он позволит избежать многих штрафов. Спасибо за внимание. Это был журнал Автодела. Будьте с нами. Подробный тест вы найдете на наших страницах www.autodela.ru Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание.